так пятый раз заседаем раса реп значит исследования идут надо вспомнить чё к чему у нас здесь чужие альфа это надо просто тыкнуть мы успешно справились с переводом их языка теперь независимая космическая станция которая владеет который владеет трупом мастеров может наладить с нами контакту мы завершили процедуру первого контакта это означает у нас один свободный должен появиться посол или кто он там трупом мастеров гость воистину радостное событие бог простите мои манеры полагаю необходимо представиться мы трупом мастеров мы посвятили свою жизнь занятию изобразительным искусством музыкой культурой и всеми прочими вещами которые делают бытие разумного создания терпимым пожалуйста если вы желаете приобщиться к нашим чудесным творением без колебаний обращайтесь к нам так но это что с ними контакт совершен а вот а это другой уже чужие кав где интересно не находятся успешно справились с переводом их языка теперь независимая космическая станция которой владеет ригганская торговая биржа может наладить с нами контакт я выступаю от империи ригганской торговой бирже на нашей станции в системе судра мы облегчаем торговлю между заинтересованными сторонами уже более тысячи лет по вашему исчислению если вы имеете больше ресурсов чем вам нужно мы охотно заберем их разумеется вы получите соответствующую компенсацию так это 3 наверно мы уловили сигнал неизвестной природы в нем устанавливается некая закономерность в общем понятно дальше исследуют так два посла я так считаю должны быть свободно где у нас еще значки есть надо мне кажется вот с этими начать устанавливать так этот сюда изучать летит тут у нас построен я думаю звездную базу надо здесь сделать 200 сплава в принципе сплавы есть давай сразу улучшать будем здесь развиваться в этой стороне так но кораблям влияние есть я думаю надо сюда одного отправить строить пар пост ну а второй второй пускай тоже летит поможет потом строить какую-нибудь станцию добывающую так а насчет установки контакта мне кажется с этими надо установить уничтожить я сейчас не смогу потому что четыре тысячи силы флота у меня нет надо еще много сплавов накопить и долго строить еще может 5-10 лет поэтому будем исследовать кто это такие чтобы узнать о них и 2 посла сюда вот мы заодно здесь расширяться изучать системы так дальше тут у всех занятости есть что у нас на планете 34 и районы строится в общем них будут дела насчет традиции надо посмотреть я забыл да вот мы ждем когда откроется еще третья ветка бонусы вроде я прочитал но уже не помню что там ну и не знаю для начала игры мне кажется вот это полезно хотя говорят что выработка единство маленькая и этот бонус очень слабый меня интересует сейчас снижение размера империи чтобы под сотку не накопить а то тут дает получается от районов дает от систем но вот эти системы то есть форпосты которые у нас есть от колоний на колонии у нас 3 от поселений поселение это как раз вот эти вот человечки которые прирастают на планете как-то надо это снижать так что у нас по лидерам вот лимит увеличился у нас 6 лидера можно нанять ученого ну а колонии пока растут пока маленькие так медленную скорость поставили мы дальше идет изучение кстати говоря стоп я хотел посмотреть политику но это в правительстве где-то открыть указы наверное вот здесь где-то есть политика и указы это все кстати почему-то в одном окне стало но удобно совет фракции фракции нет у нас политика и указы подчет указов у нас не так много так это что это содержание наверное указано так но образование в принципе мы можем себе позволить так компания утилизации тоже можем так теперь дальше почитаем иммиграция на пока не интересно звездные карты скорость изучения и вероятность обнаружения аномалии вообще очень здраво звучит мне кажется это надо дальше посмотрим счастья пока не надо производство жреца то единство у нас принципе можно взять но не знаю наверное уже маленький прирост будет пока можно и повременить субсидии ученым вот исследование производства так шахтеры пока но это все единство требует стоимость 47 содержание вот от размера государства скалируется получается но у нас маловато пока вот составление звездных карт самая дешевая я думаю стопудово взять так посмотрим что у нас здесь с политикой геноцид запрещен поселение подвергшиеся геноциду не может работать и со временем вымирает но чистки вызывают гнев его населения и всех сочувствующих колоний нас запрещен мы что можем мы ничего не можем ксенофилии не должно быть но своих геноцидить понятно что нет смысла если они не дурные какие-то рабство у нас тоже нет регулировка численности нельзя использовать принудительное регулирование численности расы или на планете нельзя выбирать рост или упадок для определенных рас вот беженцы тем кто спасается от смерти и преследования тиранами будут рады на нашей территории мы не можем позволить чтобы сострадание возобладала над здравым смыслом только тем кто станет достойным пополнением общества будет разрешено пересекать наши границы разрешен прием беженцев только принадлежащих к расам с полноправным гражданством ну наверно это и включим потому что все подряд как-то звучит странно обломки разбирать это ресурсы а исследовать это наука технологии пускай исследования будут рабочие роботы сама концепция автономных роботов порождает идею в том о том что роботы вытеснят рабочих нашей расы а в будущем возможно и превзойдут их нам нужно решить какова наша позиция по отношению к такой крупномасштабной автоматизации мы можем объявить их незаконно интересно роботизированные автоматы опасны не только в том что отберут у нашего народа возможность зарабатывать на жизнь они угрожают самой структуре общества нельзя позволить чтобы мы стали устаревшими интересно надо подумать оставлять их или нет ладно пускай пока будут так в общем или может убрать их сразу ладно пускай будут может это какие-то ивенты даст пускай будут хотя они потом будут этими в принципе их потом можно демонтировать если что да так что торговая политика тут выбора нет экономика смешанная но войнизированную наверно только включать можно когда будет война какая-то а гражданскую не знаю пока и не надо наверно статус границ границы нашего государства должны хорошо охраняться чтобы мы не пали жертвой скрытого воздействия в наше пространство могут войти только те кто докажет что достойны этого изоляция порождает подозрения а подозрения порождают конфликт давайте покажем нашим соседям что нам нечего скрывать лучше закрыть пускай будет закрыта первый контакт осторожный пускай так и будет присвоение земли земля контролируемая нашим государством принадлежит всем ее жителям если низшие расы используют землю ненадлежащим образом те кто их превосходит могут найти для нее лучшее применение да зачем у нас своя земля есть переселение эта политика контролирует разрешено ли нам принудительно перемещать поселение с одной планеты на другую но это надо а то будет где то проблема и надо будет переселить принятие орбитальной капитуляции мы оккупируем вражеские планеты во время орбитальной бомбардировки если на них нет оборонительных армий и они решили сдаться а если запретить никакой капитуляции орбитальная бомбардировка будет продолжаться неограниченное время вражеские планеты можно брать под контроль только после вторжения наземных войск отключим так орбитальная бомбардировка ну ковровые у нас нету выборочная это только по военным целям ну пускай так и будет мы же пацифисты условия военного подчинения так угнетающая вассальная зависимость покорение покоренные нами низшие существа и мы терпим лишь так терпим лишь до тех пор пока они молчат покорно и покорно осыпают нас своими жалкими подарками сбалансированная мы стараемся быть честны с нашими подлинными возможно со временем они осознают правильность нашего пути и ошибочность своего так тут у нас что есть интеграция дипломатия экспансия вступление войска с юзерена экспансия ограничено так а здесь благожелательная вассальная зависимость допускай благожелательная будет переход к войне у нас есть освободительные войны только то есть защищаемся и все неограниченная война это наверное для милитаристов ксенофобов так освободительно это что мы должны действовать в собственных интересах даже если они противоречат интересам других заявлять притязание на чужие системы можно только в рамках оборонительных войн или воин или государством с гештальтсознанием доступен повод к войне с соперниками идеология то есть получается противоположные наверное не пацифисты а милитарист например для всех государств с отличающимися принципами оборонительные войны насилие это крайняя мера для обеспечения целостности нашего государства заявлять притязание на систему можно только в рамках оборонительной войны пускай освободительная пока и стоит дипломатическая позиция ого сколько тут всего меркантилизм у нас закрыт но это я и не понимаю пока про торговлю вообще ничего не понятно а супремасизм это господство требует чтобы все прочие склонились перед ним антагонизм стремиться к противостоянию со всеми возможными соперниками очищение это поборники чистоты так значит у нас включен экспансионизм это государство будет стремиться к мирному росту но не имеет дипломатических предпочтений так колония стоимость форпоста меньше трения на границе большие так а что тут у нас изоляционизм не хочет чтобы вмешивались в его дела так размер пула лидеров меньше трения больше единство увеличивается немножко но пока непонятно зачем это сотрудничество точки соприкосновения договориться с другими государствами во имя дружбы так пул внешних лидеров операции трения меньше воинственность ну пока нам ничего это не надо экспансионизм пускай и будет все разобрались с политика немножко поменяли немножко включили сейчас посмотрим как это все повлияет но единство десятку потерять не страшно и 48 энергии тоже думаю нормально будет мне кажется вот эти чужаки это аквоиды которых я создал пятая раса которая на этой галактике есть а 4 остальные там злодеи ну что рубрикатор то наша цель чтобы к нему пройти надо или здесь 4000 или здесь 4000 уничтожить так угасшая одна есть надо узнать еще какая вторая угасшая у нас империя и противоположны ли они друг другу если да то будет наверное война в облаках никогда не видел как она начинается это наверное на такой скорости долго еще надо сидеть так тут ребята точно какие то тусуются может быть они вот здесь где то и есть вот где то здесь которые вот эти аквоиды нехорошо что они рядом надо будет с ними сразу закарифанится и защищать или они нам будут помогать посмотрим так раскопки идут 10 процентов шанс прорыва так черта у кого-то появилась это у нас кто экстра интуиция а где он работает да ребуч 2 так что у него там скитание вот тяга к скитанием ему и надо брать интуиция 2 можно взять это скорость изучения аномалии но объединение нам не надо это ммм 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 пускай тяга к скитанием будет что ли мммм ммм 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 Так, ну раз мы ему тягу с китанием взяли. А, подожди. Это рыбуч один. А он у нас что? Раскопки, аномалии, содержание. У нас просто изучают, короче. Так, ну тут аномалии нет. И там кто-то добывает. Вон, желтенькая. Ух ты. Это станция этих товарищей. Инопланетян. Чужие Гемель. Значит, они где-то здесь рядом. Адаптивность. Так, ну дальше тогда исследовать. Давай в эту сторону. Так, сколько всего у нас кораблей надо вспомнить. Значит, первый, четвертый, третий на раскопках. А второй, а второй там. Четыре корабля. Один главный ученый, это пять. И шестого можно строить. Строить корабль научный. Я думаю, отправить его туда. Корабль-то будет пятый. И отправить его туда, в Покров. Тоннель, точнее. И здесь отправлять, изучать. Строители у нас здесь есть. Будем здесь расширяться. И так далее. Но пока виды деятельности есть, пускай они заполняются. Край галактики, вот как интересно. Кстати, у нас же где-то технологии были. Вот, дуговая печь. О, классно. Прям интересно будет построить ее. Если у нас тут расплавленные миры еще. Так, здесь безжизненный, безжизненный, окутанный. Безжизненный. Здесь, наверное, нет замерзший. Так, изучили систему, но это там, наверное. Так, ну дальше сюда иди. Так. Ты у нас, значит, добывающий и здесь, и здесь. А ты... Все остальные. Так, исследования сейчас. Социологические исследования, гидропонные фермы. Ну, пока не знаю. Пока вроде проблем нет. Ядовитые водоросли у нас в колониях три штуки. Ладно, нажмем. Ну, вот энергия, я вижу, снизилась производство. А единство пока непонятно. Так, ну по итогу расплавленных миров я что-то и не вижу. Вот расплавленный мир есть. Раскопки. Очередная запись от первого помощника Итара. Обман. Значит, пошел на конфликт с Зарблой из-за подпространственного передатчика. Оказывается, она просто напихала кучу мусора и оторванных кабелей в пустую топливную канистру. И никакой она не инженер. Из мезотракса, из мезоторакса, первакса, теперь течет жидкость. Точно, скоро умрет. Завидую. Малые артефакты. И что дальше продолжается? Видать, уже финал близко. Пускай копает. Так, расплавленные вот здесь есть у нас. Так, а что где колонии? Вот тут расплавленный есть малюсенький. Окутанный. Ну, расплавленный, это более такой красненький мир. Мне интересно дуговую печку построить. Безжизненный. Вот расплавленный, неплохой. По размеру. Десять минералов. Опа, основана фракция. Последнее время на внутренней политической арене РЕП набирает силу новая фракция. Она именует себя Комитет процветания. Их члены выступают за направленность нации на финансовый рост и стабильность мирными средствами. Недовольная фракция становится источником проблем. Но те, кто одобряет действия правительства, могут пригодиться. О, это другая фракция. Последнее. Так. Фонд доверия и равноправия чужаков. Дружеские отношения с инопланетными расами. Мы установим только тут одна раса, с которой можно установить. Ну, две фракции, я думаю, что не так много. А где у нас фракции находятся? Притязание, открытие, контакты, расы. Лидеры. В расах, может? Нет. Не помню. Так, технология физическая. Отражатели. Так, планетарные подавители сверхсветовых технологий. Химические заводы. Базовые боевые алгоритмы. Ну, алгоритмы, наверное, взять, изучить. Остальное пока успеется, я думаю. А то, может, пригодится. Скоро я не изучаю. Так, паза построилась. Дверь. В отдаленном районе планеты Колония-2 обнаружено то, что можно назвать лишь межпространственным порталом. В алгоритмах прогнозирования погоды был замечен странный воздушный поток, который, как удалось определить в итоге, был обусловлен небольшой утечкой атмосферы в портал. Скорость утечки слишком мала и никак не влияет на жизнь на планете Колония-2. Но само существование этого портала вызывает некоторые тревожные вопросы. Например, куда он ведет и может ли что-то проникнуть через портал с другой стороны. Создает особый проект. Исследовать межпространственный портал на планете Колония-2. Добавить комплекс для изучения портала на планету Колония-2. Деятельность исследователь пространственного портала плюс один. Плюс один исследователь. Так, простало на каждые 25 поселений. Но там поселений-то не так много. Но это стопудово надо изучать. Так, где этот портал? Научные лаборатории. Храм, цитадель. Так, журнал. О, это надо вот здесь исследовать. Ну пускай сразу исследуется. Зачем откладывать? Размер растет. Сотку не хотелось бы. Очень. Надо будет сейчас искать способы снизить это число. А то будут штрафы. Не смог построить станцию? А почему не смог? Ну и этот строит. Ладно, потом посмотрим. Так, систему изучил. Так, изучать его, заставить аномалию или нет? Или идти сюда. Шестая аномалия. Пока оставим. Не такой прокачанный. Долго будет изучать. Надо край здесь внутреннего кольца изучить. Так, министр обороны. Агрессивность. Так, прирост опыта. Это если он советник. Урон кораблей. Но поставить пока искатель талантов. Второй. Это у нас государственный министр. Сторонник рождаемости. Пускай будет. Пускай будет. О, здесь, кстати говоря, у нас популяция выросла. Все заняты. И можно что-то построить. А что строить? Нужно что-то с жильем. Но нужно думать и о производстве. Так, у нас здесь колония. Значит, континентальный мир. 24 клетки. 16 районов. И 16 вот этих. Я думаю, начать строить промышленные. Задел надо какой-то делать. Чтоб сплавы были. Два жилья есть. И две деятельности есть. Один точно построим. Городские не будем строить. Будет у нас промышленный мир какой-то. Вот. Этого пока хватит. А здесь? Здесь тоже выросла популяция. А здесь какой мир будет? Здесь... 13. Здесь 9.3. И... Энергетический может делать. Деятельности есть, кстати, одна. А, колония 2. Вот где портал. Я смотрел. Это здесь. Надо посмотреть. Может, он в сооружениях есть. Я смотрел на первой колонии. Или это просто деятельность добавилась вот тут? Да, вот он. То есть, третий человек подрастет. И будет деятельность. Ну ладно, ждем тогда троечку. Пока можно поставить на расчистку квадраты. Джунгли. Энергетический прибавится. И тут сельскохозяйственные. Поставим на расчистку. А здесь, в первой колонии тогда... У нас нет ничего на расчистку. Пока что. Пускай может вернуть его обратно. Пригодится сейчас на той стороне. Этот здесь один разберется. Токсичный мир, безжизненный мир. Токсичный. Кстати, у нас научный корабль построился. Так, систему изучили. Давай дальше. Ну, по краю, наверное, пускай летит. Так, а здесь новый корабль. Надо выбрать ученого ему. Это будет Ребуч-5. Так, ученый. Экстрасенс. Это советник. Гениальность. Нам для корабля надо... Скобки. Скорость изучения аномалии. Еще фракция. Церковь религиозного консерватизма. Их члены поддерживают спиритуалистические консервативные ценности. Ну, пускай. Так, ну, с раскопками вот этого выбрать. Черту добавить. Пускай археолог будет. Так, и отправим его, получается, туда, на ту сторону. Пасть дьявола. Пускай изучает. Этот в эту сторону, этот в ту пойдет. Так, что-то там с контактом. Живой космический мусор. Посол раса пытается, все еще пытается проверить гипотезу о том, что аномалия, обозначенная нами как чужий йод, на деле является живым организмом. Кажется, этот объект состоит из кучки космической пыли, но может самостоятельно перемещаться по космосу и демонстрировать признаки независимого поведения. Наши исследователи поражены этим феноменом и прилагают все усилия, чтобы проверить наши данные. Так, аномалию нашли. И это хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Четыре месяца и узнаем, что там по традициям. Надо выбирать что-то. Что-то точно снижающее размер... Размер государства. Угу. Ну, будем изучать аномалии, че. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, стоп, это у нас кто? Перерост опыта... О, вероятность обнаружения аномалий нам надо. Так, раз нет приказов, значит аномалии. Две штуки изучаем. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати говоря, насчет станции. Надо что-то подумать насчет, что же тут строить. Откроем, посмотрим. Ну, защита пока не думаю. Верфь точно надо. Что у нас на первой построено? Торговый узел и верфь. Ну, торговый не будем, наверное, строить пока. Верфь точно. Ну и, может быть, стояночное место? Или вторую верфь? Вторую верфь тогда. Так, маяк покрова, понятно, один есть. Глушитель связи. Генератор дезинтеграционного поля генерирует локализованные поля возбужденных субатомных частиц вокруг вражеских кораблей в системе, что значительно снижает эффективность их щитов. Интересно. Компьютер для связи с целью. Этот улучшенный компьютер на ведение собирает и анализирует данные со всех дружественных объектов, оснащенных датчиками в системе. Он значительно упрощает космической базе выполнение задач по целеуказанию. Дальность для платформ плюс 50%. И для космической базы. Ну, взять, наверное. Пускай будет. Про оборону пока не думаем. Продолжение следует... Так, я же ему вроде говорил переместиться туда, вернуться. Так, систему изучили и тут космические автоматы. Мы обнаружили новую форму жизни в системе Хадрани, хотя форма жизни не самое подходящее название. Эти объекты представляют собой автоматические механические дроны, построенные для известных промышленных нужд. Наблюдения продолжаются, но поскольку есть шанс, что эти машины снабжены защитными протоколами, стоит соблюдать осторожность. Продолжаем. Так, изучил систему, ну давай в эту сторону. О, то, что нужно сейчас почитать внимательно. Открытие, одаренность мы взяли. Что это нам дало? Стоимость лидера, размер пула, содержание, черты отрицательные и начальные признаки плюс. Но открытие, все понятно для изучения. Открываем деревья на выбор и начинаем смотреть. Нам нужна псионика. Так как мы собираемся идти в псионику, посмотрим вначале, что в ней есть. Бонусы, это понятно, что будут. От принятия программы псионическое превосходство. Дешевле указы, это по завершении. И задержка перед погружением в Покров, минус 20%. Пси-корпус это здание, не знаю для чего. Разведка плюс 10. Пробуждение. Потенциал какой-то. Особый проект, прорыв Покрова. Ну и какие-то там взлом кодов, шифровка. Что у нас еще есть помимо этого? Так, упорство. Тут что-то с космическими базами. Это все про космические базы. Рост усталости от войны, это пока нам не надо. Дальше превосходство. Топовая штука, говорят, но это ближе к войне. Что-то про флот, про урон. Махинации. Это какие-то операции, шпионаж, что-то такое. Нам это пока не надо. Искусство управления, указы. Размер государства, минус 5%. Но это по завершении всей ветки. А ветка что нам дает? Программы, скорость выполнения. Так, все советники уровень получают. 150 опыта за уровень навыка. Короче, ничем нам не поможет пока. Процветание. Стоимость строительства сооружений районов снижает. Так, что от принятия добывательные станции добывающие. Содержание меньше. Содержание сооружений районов меньше. Ресурсы, содержание при видах деятельности. Непонятно, что это. Городские районы больше дают жилья. Пока это значит не смотрим. Что у нас есть? Политика. Точно не надо. Меркантилизм. Это про торговлю нам не надо. Это гармония. Это жизнь лидера. Интересная штука. Точно буду брать, наверное. Вот. Здесь есть у нас размер государства от поселений. Минус 10%. То есть у нас, к примеру, если будет 100 поселений, то будет они считаться как 90. Меньше преступности, стабильность, фонд указов. Не знаю, стоит ли брать ради 10 размера. Расширение. Вот расширение это, наверное, то, что нужно для... Где-то здесь должно быть снижение размера. Скорость развития колонии тут. Расход влияния на базу. Поселение в колонии. Здесь что? Вот размер государства от систем и от планет по минус 25. Это надо. Наверное, надо расширение брать. Сейчас посмотрим остальное и все. Всегоника, я думаю, может подождать. Адаптация это приспособленность, но у нас как бы три планеты есть по 100%. Дипломатия. Дипломатия нам тоже пока не надо. Господство. Размер государства от поселений тоже минус 10% есть. Как и в гармонии. Где-то было. Вот здесь тоже минус 10. Плюс половина влияния. Половина очка. А к жилью. Силовики единство производят. Ну, вражда, говорят, топовая штука, но это, наверное, к войне ближе. Я думаю, надо расширение брать. Орбитальное поселение. Это у нас жители пустоты надо брать, чтобы орбитальные станции строить. А вот это надо размер снижать. Так что берем расширение. Кристаллические решетки из нанитов. Детальный анализ огромных металлических кристаллов, преобладающих на поверхности планеты сингулярности Емека-2, превзошел все наши ожидания. Ведущая ученая экстраинтуиция с восхищением сообщил, что эти огромные кристаллы на самом деле состоят из триллионов-триллионов деактивированных нанитов. Их молекулярная структура не совпадает с нанотехнологическими сигнатурами ни одного из известных нам государств, из-за чего узнать их производителя невозможно. Экстраинтуиция считает, что наниты самоорганизовались в идеально ориентированные кристаллические решетки и занимались самовоспроизводством, пока не отключились. Хотя созданные ими кристаллы действительно напоминают здания, у них исключительно однородный состав, и их явно не могли использовать для подобной цели. Знания о болевратах. Вот что это такое. Оттуда пойдут ребята из другого измерения нанитовские, нанитовые ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, влияние есть на то, чтобы какой-нибудь форпост устроить. Я пока не знаю, стоит ли здесь его устраивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, фонд указов. Обнаружен редкий ресурс. Во время изучения планеты пасть дьявола, корабль Рябуч-5 обнаружил ранее неизвестный редкий ресурс, который был назван темной материей. Это редкое вещество обладает свойствами, которые противоречат законам физики. Возможно, оно произведет революцию в науках. У нас пока нет технологии разработки этого ресурса, но нам стоит подумать о постройке базы в этой системе. В будущем мы сможем вести добычу. Отлично. Что нам выбрать? Вместимость, указ, предел управляемости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фонд указов. Ну, пусть будет предел управляемости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут сколько всего изучать аж. 17 приказов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, изучили. Давай вот эту, наверное, изучим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за преступность? Так, что-то с контактом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы успешно справились с переводом языка. Так, теперь независимая космическая станция, которой владеет Ассоциация Жестянщиков, может наладить с нами контакт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сильные общинники, выносливые с глаз, неплодовитые. Ассоциация Жестянщиков. Добро пожаловать! Ассоциация Жестянщиков в моем лице приветствует вас в нашей мастерской. Легионы профессиональных инженеров всегда готовы отремонтировать, восстановить или разобрать любую технику. Лишь бы инструмент подходил. Как вы сами убедитесь, наша страсть к торговле неутолима. Вам нужны услуги и по утилизации или ремонту. Приобрести корабли. Давай спросим про корабли. Прекрасно заполучив разваливающийся корабль, мы изо всех сил стараемся вернуть его в рабочее состояние. Сейчас у нас есть корабли следующих типов. Знаете, что все восстановленные нами корабли продаются с дюростальной гарантией. Уверены, что теперь они будут летать еще быстрее, чем когда только сошли со стапелей. Но помните, на восстановление требуется время. Если мы продадим вам целую эскадру, потом придется долго восполнять наши запасы. Так что не забывайте заглядывать к нам в будущем. Так, что у нас есть? Другие услуги нам. Так, корвет. Когда-то использовавшееся неустановленное государство. И приобрести небольшую флотелью из 10 корветов. Утилизаторы будут заняты, и мы не сможем покупать у них восстановленные корабли в течение двух лет. Что взять? Давай возьмем. Заполучив поврежденный корабль, мы начинаем его восстанавливать. Так, понятно. Возвращаемся позже. Так, ну утилизировать не надо. Голограмма. Изучение сигнатур неопознанной флотилии в системе сингулярности Ямека привело к неожиданному открытию. Фактически флотилия не находится на безопасной орбите черной дыры, а скорее пересекает ее горизонт событий. Ведущая ученая экстраинтуиция предположила, что флотилия подошла к горизонту событий в системе сингулярности Ямека несколько столетий назад, а ее образ остался видимым на поверхности вследствие замедления времени. Были ли действия флотилии намеренными или явились результатом несчастного случая, мы, возможно, никогда не узнаем. Их сигнатуры не соответствуют ни одной известной цивилизации. Так, ну раз тут закончено с исследованиями, пойдем в эту сторону поизучаем здесь, рядом с нашим будущим рубрикатором. с Субтитры создавал DimaTorzok Ну поставить сразу второй район в постройку Так, тут что? О, вот здесь надо что-то построить Так, тут я думаю энергетический мир делать Так, принимаем программу И выбираем нового Высокие стремления Мы пришли с миром Подготовка лидеров Так, развивающееся общество Так, распростертое объятие Расширение совета Может совет расширить? Пускай расширяется Мне кажется интересно Будет кого-нибудь туда еще назначить Так, городской район Жилье плюс один Да броню пока выберем Пускай изучает броню Так, кораблик у нас отдыхает Ну давай дальше изучай тогда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Океанический мир есть какой-то Хотя некоторых волновало Вторжение неизвестного Инопланетного корабля В наше пространство До сих пор Не было ясно Какую угрозу представляют Чужие Гемель Похоже они высадились В удаленной части мира Колония 2 И после того как Ими были захвачены ребята Похитители сбежали В глубины космоса До того как мы успели подготовить Спасательную операцию Теперь нам остается лишь гадать Каким пыткам они подвергнут Пленников Да ну нафиг Да ну нифига себе Так кораблик наш убегает Это какие-то уроды И на колонии 2 Что-то кого-то похитили они Нифига себе Может у них там столица Думаю начинать надо Корветы строить Так через управление Управление флотилией Тыкнем Так а где у нас флотилия Кстати говоря А она тоже здесь Жестянщики назовем Так нанять командира Надо Подумаем Усиление щитов И губернаторские признаки Так восстановление обшивки Здоровье Во вот это поставим И дешевле И дальность действия Корабельных орудий больше Мощь небольшая Сейчас может и нападем на них А у нас тоже маленькая мощь Не знаю кто это Но Надо этих сволочей уничтожать А мы с ними даже контакт не заключаем Не устанавливаем Давай начнем Раз они стырили наших ребят Надо воевать с ними Так пока изучи аномалию Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начнем тут Звездный порт делать Субтитры сделал DimaTorzok Как может быть сплавов купить? Так что-то там Воет облака Это облака Говорится в полном Благоговении В благоговении докладе Составленном на основе Нескольких источников Облако из светящегося Звездного вещества Пульсирующего Пульсирующего во тьме Далее в докладе Это явление довольно поэтично Именуется воет облаком Реп в лице своего Духовенства считает очевидным Что эти облака Вестники оживленные Некой высшей волей Вопрос Кому или чему Эта воля принадлежит? Остается предметом Ожесточенных споров И вероятно В обозримом будущем Ничего не изменится Пока истинная природа Воет облака Не определена Возможно Будет разумным Относиться С некоторой осторожностью К той огромной мощи Которая очевидна При наблюдении За его бурлением Так это один Один посол У нас значит освободился А тут что у нас Тут идет работа А это воет облака Вот оно что Щиты 10 тысяч Здоровье 4000 Но это мощь Это очень жесткая штука Вряд ли можно Просто так проскочить Надеемся Что здесь что-то послабее будет Кристаллические Какие-то ребята А может и дроны Какие-то Космических баз Максимум Возьмем Так проект А археологические раскопки Это надо Космические базы Пускай изучает Так раскопки Но уже есть смысл Здесь строить Космическую базу Строим Пока он строит Можно изучить Что здесь у нас Или Вот здесь Так Эсминец Зеркальное отражение Как ни странно Но по ту сторону Межпространственного портала На планете Колония 2 Находится очень похожая На нее планета Еще более странно То Что через портал Нам транслируются Сообщения Опа Это наш лидер Походу Это Воет Реп Кто вы Пришельцы Из портала Нет Это я Воет А вы кто Поразительно Если вы говорите Правду То Как я полагаю Портал Создает мостик Между альтернативными Измерениями Я воет И вы тоже Но В какой-то момент Должно быть Произошло Некое событие В результате которого Наши измерения Разошлись Так Разделим Запись Продолжение следует